Телекафе. Телекафе. Канал со вкусом. Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Нейл Перри. Свежее и быстрое. Сегодня я собираюсь приготовить несколько блюд из макаронных изделий. Мы начнем с очень простого блюда из сухих макарон, а позже мой хороший друг, специалист по макаронам, сделает для нас свежее. Для этого блюда мне потребуется копченый бекон или панчато, немного испанского лука, чили, вы можете положить сколько хотите, банка томатов, соль, петрушка, а кроме того, сегодня я использую сыры пекорина и пармезан. Итак, нальем немного оливкового масла, первого отжима. Можно использовать необычное, но это дает больше запаха. Затем я тонко нарежу лук и обжарю его вместе с чесноком до получения коричневатого оттенка, чтобы добиться яркости, аромата и вкуса. А именно этим и отличается настоящее блюдо. У меня есть итальянские консервированные помидоры. Если у вас в шкафчике стоит банка томатов, вам ничего не стоит приготовить простой соус для макарон с чесноком. Вы можете просто сделать это с гаоликом, может быть, чили, оливковым маслом, солью и пиацаном. Это будет очень вкусно, если посыпать пармезаном. Итак, кладем лук, солим его. Это тоже для вкуса. Мелко нарежем чеснок. Я не буду класть его сразу, пусть лук еще немного поджарится. Еще одна деталь. Я готовлю не в кастрюле, а на сковороде, так как, во-первых, мне нужно, чтобы все вкусы быстро смешались между собой. А в кастрюле будет происходить испарение. Кроме того, я смогу слить макароны и просто выложить их на сковородку. Потому что главное, это букатини, которые я готовлю сегодня. Хотя это могут быть и спагетти, и пенни. В Италии соус обволакивает макароны, которые являются основным ингредиентом. К сожалению, на Западе есть тенденция делать наоборот. Нельзя забывать, что соус – это приправа. Я покрою им макароны, а затем посыплю все это тертым сыром. Прекрасно пахнет лук. Я готовлю его на довольно большом огне, чтобы было быстрее. Непригорающие сковородки отлично подходят для приготовления таких блюд в домашних условиях. Так, немного чеснока. Кладем чили. Копченый бекон. Это бекон Шульц, лучший в Австралии. Его по традиции делают, как и полагается, в коптильне. Он придаст макаронам чудесный копченый запах. Я просто нарезаю его довольно крупно. еще три-четыре минуты, пусть жарится. Затем мы добавим томаты, которые я нарежу прямо в банке. тем временем я налью в кастрюлю воды, посолю и буду варить макароны в течение восьми минут. Обычно рекомендуется готовить макароны в течение десяти минут. Но в этом случае сложно добиться итальянского эффекта, так называемого аль-денте. Я кладу томаты. Мы хотим, чтобы у нас получились чуть хрустящие макароны. Для этого их надо минуты две готовить в соусе, который пропитывает их, особенно если это пенне. Как видите, им нужно еще немного выпариться. А я приступлю к варке макаронов. Вода по вкусу должна напоминать морскую. И примерно сто граммов изделия на одну порцию. Букатинни напоминают спагетти, они тоже с дырочкой. Порция может быть до двухсот граммов, если макароны подаются в качестве основного блюда. кладем в кастрюлю. Заметьте время, когда они будут готовы. Соус как раз достаточно ужарится, и можно немного убрать огонь. Видите, как просто. Макароны – чудесное блюдо, для приготовления которого нужно не более 10-15 минут, особенно если вы готовите блюдо на двоих. отлично, макароны достаточно плотные. Сливаем воду как следует и кладем прямо в соус. Я перемешиваю их с соусом, чтобы они пропитались. Всего несколько ингредиентов, а у нас получится замечательное блюдо. Паста с соусом. Вот так. Это классическое, великолепное итальянское блюдо. Его можно приготовить из любых макаронов. мне там семья пришла на ланч. Подадим, как в Италии. Большое блюдо с макаронами в центре стола. А для завершения у меня есть пекарина, итальянский овечий сыр. посыпаем. А теперь король сыров пармезано Реджано. Он чудесно сочетается именно с макаронами. Стоит иметь кусочек в холодильнике всегда. Если попробуете, будете есть их только с ним. макароны самая простая еда. Букатини, испанский лук, чеснок, крошки чили, копченый бекон, пекарина, пармезано Реджано, морская соль, оливковое масло. Слово Букатини означает маленькая пещера и относится к форме макарон с отверстием как у спагетти. У нас в гостях Джон Вандервер, эксперт по макаронам, владелец компании Lighthouse Food Company здесь, в Порт-Макуаре. Точно, скоро строимся потрясающе. Мы уже довольно давно поддерживаем деловые отношения, почти 20 лет. Да, давно и хороший. Джон прекрасный повар, мы вместе начинали в Баррет-Джоэ-хаус много лет назад, затем он переехал в Рок-Пул, но макароны друг всегда были твоим коньком. Мне нравится готовить макароны, работать с мукой, мы делаем хлеб и свежие макароны в нашей компании. Ты мучной человек, мучной. Начнем. Приготовили тесто, 400 граммов муки, 4 яйца. Мы сделали углубление в муке и потихоньку вмешиваем туда яйца, пока не получим тесто. Добавим еще морской соль, выглядит отлично. Мы оставили постоять минут 20, теперь перейдем к следующей стадии, немного раскатаем его и придадим такую форму. Теперь начинаем процесс вытягивания теста, верно? Много говорят о том, что лучше свежие макароны или сухие, но ведь и те и другие хороши. Именно, в большинстве видов сухих макарон нет яиц. Да, они делаются из муки твердых сортов пшеницы и туда добавляют только воду. А то, что сделали мы, гораздо лучше со свежими яйцами. Получается шелковистая текстура. Да, отлично выглядит, хорошо. Можно начать вытягивать. Перед этим тесто нужно сделать однородным. Верно, теперь оно выглядит мягким, можно пропускать. Вот так, да? Отлично. просто опускаем в отверстие сколько нужно раз. Крутим, крутим. Прости, шеф. Всегда лучше сделать самому. Да. Я больше не буду помогать, лучше уж ты сам. Хорошо. Я уже достаточно помог. в то время как тесто проходит через машинку, происходит взаимодействие продуктов и текстура становится плотнее. Да, именно от этого и плотность. Возможно, хватит и двух прокручиваний. Не нужно делать тесто слишком тонким. Тогда нужной текстуры не получится. вот именно плотной текстуры. Да. Вот так, по-моему, отлично получилось. Прекрасно. Палка есть? Палка. И еще надо бы их разрезать на пласту удобной длины. Вот так, размером со спагетти, которые обычно продаются в пачках. Спагетти? Спагетти. Прекрасно. Теперь надо повесить их на палку. Повесим для просушки. Этот процесс нужен, чтобы пропустить их через машинку для резки макарон, да? Да. Иначе они могут застрять в машинке. Так, эту ты разрежешь на вермишель, а остальные на папардайли. Выравниваем. Как здорово выглядит. И так мягко проходит. Вот так и выкручиваем. Отлично, просто здорово выглядит. Вот вам свежие макароны. Прекрасно. И снова на палку. Пусть себе висят. Мы собирались сделать тольятели, но можем в тольятрине. Хорошо, я теперь покажу тебе тольятели. Нужно только перевести ручку в другое положение. Все очень просто? Просто прокручиваешь. Если хотите сделать макароны дома, можно купить парочку деревянных штырей, которые можно приспособить куда угодно. Штыри, хорошо. Мне нравится, это так занятно. А теперь я попрошу тебя нарезать папардайли. Хорошо, я это сделаю. Это совсем другая техника. Машинка нам ни к чему. Посыпаем немного мукой и просто закручиваем полотно, а потом вручную нарезаем на ленточки. Вот так. Отлично, и можно нарезать их любой формы. Вот именно. Эти макароны хорошо подавать соусом болоньез или с рыбью из зайца или дичи. Это папардайли, широкая плоская лента. А вот еще один вариант называется страчи, что по-итальянски означает лохмотье. Чтобы сделать их, нужно резать под углом. Прекрасно. И когда разматываешь, получается лохмотье. Что-то вроде того. Лохмотье для богатеев. Спасибо за то, что показал нам, как делать макароны. А после перерыва я приготовлю два потрясающих соуса со свежими макаронами, сделанные Джон. Спасибо, приятель. Что ж, всего хорошего. Далее путанеска и тесты. Мы с Джоном и макаронное безумие. Свежее и быстрое. Нейл Перри свежее и быстрое. Добро пожаловать на нашу программу. Сейчас мы с Джоном будем готовить два классических блюда из макарон. Я песто, а ты сделаешь для меня макароны путанеска. Да, прекрасно. Оливковое масло ты уже налил, разреши позаимствовать его. Сначала наливаем на сковородку масло, оливковое. В соус мы должны положить анчоусы, чеснок, каперсы и немного чили. отлично за дело приедем. А я буду делать песто. Верно, анчоусы на сковородку и пусть они размягчатся. Наверное, все не будем класть. Тебе не нравится, когда их слишком много? Ладно, положим все. Так, а мы толчем чеснок для классического песто. Добавлю кедровые орехи. Если вы смешиваете этот соус вручную, он намного вкуснее. Вот оно как. Точно приятнее. Немного зелени. У нас тут слегка пузырится. Так, я добавлю чеснока. Друг, здорово выглядит. Здорово. Прям не знаю, как это у тебя получается. Ладно, немного чеснока и пусть все это медленно упаривается. А я продолжаю толочь, чтобы листья пустили сок. Чеснок. Запах потрясающий. Жаль, что камера не записывает запахи. Видите, анчонусы только начали развариваться. Чеснок отдает запах, и я кладу немного каперсов. Немного. Сколько хотите, мы их обожаем. Это точно. Затем немного крошек чили. Чуть остроты. Пол чайной ложки. Прекрасно. Помешиваем. И мы используем макароны, которые сделали раньше, так что тунец пойдет с папорделли и страчи, а я использую песто для вермишели. Ладно, это правильный выбор. Обычно я использую спрагетти или... Ну, это мой выбор. Да, ты командаешь. Мы немного присолим, несмотря на то, что у нас тут анчоусы, каперсы. Когда они готовятся, то становятся слаще. Поэтому немного соли не помешает для равновесия. А я добавлю олипиолую маску. Делаю его немного похожим на майонез. Теперь, наверное, время положить томаты. Если есть банка томатов и приправы, то хороший обед обеспечен. Да, именно, в порядке. Все в порядке. Посмотри. Мы их только слегка разомнем, перемешаем. Я только хотел сказать, что наши макароны уже начали подсыхать. Видишь? Отлично. Так что они уже такие же, как вы покупаете. Сухие макароны в пачках в магазине. Ну да, то есть сухие макароны это не что иное, как высушенные свежие. Так все и бывает. Я немного поверну ручку, убавлю огонь. Вот так. Друг, выглядит отлично. Мы сейчас на ферме, недалеко от Вочепа. Приятеля, это прекрасное место. На северном побережье, вглубь страны. А ты все еще занимаешься серфингом? Все еще катаюсь. Сарфер при ясной погоде. Слишком занят управлением своей компанией. Вдруг это прекрасно. Да? Это сейчас самое главное. Извини, одну секунду. Да. Продолжай. Итак, я называю эти соусы фундаментом. фундаментом. Сначала мы строим базовый вкус, затем добавляем ингредиенты второго этажа, вроде помидоров, и даем им время сделать свое дело. Постепенно. это потому, что твой отец работал строителем, да? Только так, я могу это объяснить. Он другого языка не понимает. Итак, теперь мы достраиваем третий этаж, для чего добавляем тунца. Прекрасно. Как смотрится? Отлично. На твой взгляд, хорошо. Как всегда, я бы так не сделал, но все меняется. Но это по-другому. По-другому. Мне нравится добавлять масло, тунца. Слегка утяжеляет запах. Оно всегда очень вкусное и здорово вставлять большие куски тунца. Да. А затем мы сможем добавить макароны и подать. Да. Отлично. Друг, у меня все готово. У тебя тоже. Почти. Может, сварим макароны? А кто готовит макароны? Вот эти? Хорошо. Эти я. Теперь что? Где? Кто первый? Так, у меня есть подсоленная вода. Ты можешь варить вон там и вон твой дуршлаг. Большое спасибо. Твои свежие тарьетели можно сразу класть. Вода подсолена. Давай. А я немного погодя, потому что эти тоньше, они быстрее сварятся. Верно? А ты должен будешь сделать лохмоть из тунцом. И эти тоже. Ты опять меня обогнал, друг. Как всегда. Это длится уже 20 лет, зачем же меняться сейчас? Хорошо. Отлично. Можно класть свежие паппортелли. Две-три минуты. Потихоньку. Помешать, помешать. Потрясающе. Перемешиваем. По-моему, в ступке песто не так сильно смешивается, как в миксере. По-моему, так. Я согласен. Согласен, это так. Так что, если есть ступка, это того стоит. Как считаешь, дурк? Уже? По-моему, макароны почти готовы. Что это было? Отлично. Ты будешь сливать? Да. Прекрасно. Подержишь мне дуршлаг? А так же. Превосходно. Отличный желтый цвет. Да. Эти яйца просто великолепны. Красота. А я возьму небольшую миску, бросил их туда. Кладем песто. И все перемешиваем. Отличная мысль. Еще немного оливкового масла. Еще большой запах. Да, как всегда. Я должен был догадаться. Да, и большой кусок положить сверху. Я тоже об этом подумал. Приятель, мы хотели рассказать людям, что макароны – это главное. Так и делает моя девушка. Правда? Она мне нравится все больше и больше. Так, папа, дали готовы. Хорошо. Подержи, пожалуйста, еще раз. Подержу. Раньше ты меня обжигал, теперь уже лучше. Отлично. Видно, какие они плотные. Да, просто невозможно, правда? Отлично. Так. Куда это? Ну, знаешь, что мы сделаем? Я дам тебе эту тарелку. Теперь надо переложить. Миска вовсе не горячая. Я сейчас? Да уж, не горячая. Хочешь, чтобы я ее взял? Я поставлю ее сюда. Так, я еще немного положу. Так, что, попрадали с тунцом? Правильно? Правильно, приятель. Теперь ты понял. Понял. Теперь ты рулишь. Итак, выкладываем на сковородку. Смешиваем. И на тарелку. Здорово в конце смешать их с соусом. Замечательно. Просто перемешиваем великолепно, и макароны поглощаю в часть соуса. Верно. Теперь немного перца. Перец в конце. Как здорово. И я положу немного петрушки. Целые веточки. Очень мило. Ты всегда любил по-деревенски. Точно. Перемешаем. И можно выложить их. Выкладывай. Вот так. Выкладывай. Это большая тарелка. Да, ты только посмотри на наши свежие макароны. Обычно не кладут сыр в макароны с рыбой. А мне нравится. Я так люблю. Да. В Италии это не принято, но... Мы же австралийцы. Мы ойзи. Так. Разделаем это. Нам нужен сыр. Где он? Нам его дадут. А вот и рука с сыром. Спасибо, рука. Так, немного сыра сверху. Не надо улыкаться. Джон, у тебя в холодильнике есть кусочек риджана? Конечно. Как мы говорим в нашей компании, когда используем местные ингредиенты, это хорошая замена. Отлично. Местные ингредиенты. Потрясающе. Давай подсоправимся. Папарделли, анчоусы, чеснок, соленые каперсы, крошки чили, томаты, тунец в масле, петрушка, пармиджано-риджано, морская соль, оливковое масло, первого отжима. Тольятели, чеснок, кедровые орехи, свежий базилик, пармиджано-риджано, соль и перец, оливковое масло, первого отжима. Название «Потанеско» буквально означает «макароны-проститутки». Их готовили итальянские ночные бабочки после работы. Теперь можешь понюхать. Уксус потрясающий. Просто потрясающий. Немного соли. На следующей неделе в программе «Свежие и быстрые». Итальянские блюда от мастера Армандо Перпокко. А теперь мне нужен большой бокал вина. Боже мой, ты его получишь. У меня есть отличные вины, приятель. Начиненный ягненок и карпаччо из говядины с грибами. Белиссимо. Композитор Энди Сайдари. Оператор Грег Кунг. Продюсер и режиссер Майкл Роббинс. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть». Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал».